Приветствую вас. Смотрите, какая получается ситуация. Жена вам изменила, и забери меня от вас. Значит, во-первых, у измены были и, я полагаю, есть свои причины. То есть есть причины, по которым ваша супруга вам изменила. И эта причина кроется в том, что вы имеете определенные проблемы в семье. Определенные проблемы между вами. Ну вот, я не знаю, есть ли у вас дети свои. Измена, по крайней мере, женская, всегда происходит от неудовлетворенности. Вот вам и нужно постараться понять, что за неудовлетворенность у вашей жены разникло, что она вам изменила. Это первое и второе. Если мы говорим о ребенке, то, соответственно, как вы относитесь к ее ребенку? Готовы ли вы его принять? Только честно. Тут нужно очень предельно честно быть. Если готовы, то вы поступите мужественно, вы поступите правильно, вы поступите по-человечески. Если не готовы, ну, значит, это ваше право, вас за это никто не отсудит. В том числе и жена. И, соответственно, ну-ну, тогда он будет решать, что вы будете с этим ребенком делать. И, соответственно, у вас. Поскольку это травма для вас, то с травмой тоже нужно работать. что-то я имею в виду право, что же нужно купировать, лечить. Это работа. Это работа уже с вами. Непосредственно. Непосредственно. И... Весь вопрос заключается в том, готовы ли вы работать над собой. Готовы ли вы работать над поведением по отношению к жене, над своим поведением? Готовы ли вы познавать себя? Готовы ли вы узнавать себя? Готовы ли вы смотреть в глаза тем проблемам, которые у вас с супругой есть? Если да, то... обращайтесь к любому из экспертам для приватной беседы, для групповой беседы, то есть, непосредственно вы и ваша жена можете проконсультироваться. и, соответственно, это поможет решению ваших проблем с супругой. это поможет вам разобраться в себе. Конечно, если супруга хочет восстанавливать отношения, если супруга готова работать над отношениями, потому что, если она не готова работать, в одиночку у вас мало что получится. Отношения строят два человека, и, соответственно, один вы можете слить только до известного предела отношения. Гармонизировать, но потом, по большому счету, все равно потребуется обратная связь с вашей, обратная связь с вашей жены в любом случае. И здесь уже нужно исходить из того, чего вы хотите. Ну, если не брать в расчет обиды ваши. Если не брать в расчет тот факт, что вы сейчас обижены на свою жену, потому что у вас сейчас к ней негатив, скорее всего, сплошной, и так далее. Вот если в расчет эти вещи не брать, то что вы хотите? Понимаете ли вы, что как бы были проблемы, и что эти проблемы нужно решать? И что эти проблемы решаться только при условии, что вы свою жену любите? Любите? Вы хотите с ней быть? Вы хотите ее понять? Вы хотите с ней продолжать отношения, несмотря ни на что. того. Все равно она женщина, а вы мужчина, и все равно отнош... эээ... как бы... ответственность за будущее ваших отношений лежит на вас. да, она оступилась, да, она ошиблась, да, она ошиблась, эээ... это бывает с каждым. вопрос в том, готовы ли вы разбираться в причинах ее ошибки, почему она ошиблась, готовы ли вы разбираться с тем, как ваше поведение привело к тому, что она ошиблась, и так далее. Если не готовы ко всему этому, или считаете, что виновата только она одна, то скажу вам честно и сразу, в этом случае лучше будет, если вы прямо сразу разведетесь. Никакого толка работы не будет. Тут только потеряете зря время, деньги свои, если будете обращаться приватным за помощью. Вот. Ну а результата, результата будет немного. потому что если вы не хотите работать, например, если вы не хотите работать над проблемой данных, вот, ситуаций, то, соответственно, если не хотите работать над ситуацией, то и начинать тогда, в принципе, не стоит. вообще. Понимаете? В самом деле. Но вам в любом случае, в любом случае, нужно будет личная терапия, потому что измена это травма, это серьезная травма, это возможные изменения представлений о себе, это вред самооценке, самоуверенности, самолюбию и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Понимаю, что немного дал вам информацию, и понимаю, что немного вы получили от моего ответа, на этом, но основные моменты какие-то я надеюсь, вы уловили. Что ваша жена, она стала заложницей обстоятельств, вот, ваша жена поддалась слабости, вот, и, соответственно, не нужно рассматривать ни в коем случае ее поведение, как личное оскорбление себе. А если так, то нужно разбираться с тем, за что она вас, ну, вот так вот решила вам отомстить. Хотя я уверен, что ребенок вряд ли входил в ее планы, потому что не факт, что вы его будете содержать, не факт, что его будет содержать мужчина, от которого она забеременела, ну, и так далее. Так что не терапитесь делать выводы, не терапитесь ручить семью, не терапитесь принимать решения. Вперва, в любом случае, нужно выждать немножечко. Вперва, в любом случае, нужно, нужно, чтобы все улеглось, и в любом случае, с вашей супругой нужно будет разговаривать, дабы совсем хорошо разобраться. И вот уже тогда, при условии, что вы будете заниматься с психологом регулярно, при условии этого, можно говорить о том, что вы найдете выход, наиболее подходящий именно вам, именно для вас. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, всем, желаю вам всего самого доброго и удачи. и удачи.